Три минуты у микрофона Пётр Кузнецов. Это программа «Оппозиция». Сегодня у нас в гостях публицист, политический консультант Анатолий Вассерман. Анатолий Александрович, добрый вечер. Здравствуйте. Спасибо, что пришли, спасибо, что успели, потому что вы буквально в последнюю секунду. Смотрите, мне бы хотелось сейчас поговорить о продолжающейся подковёрной борьбе, предвыборной. Я имею в виду выборы мэра Москвы, обмен любезностями в виде квартир, в виде черногорских фирм, в виде болгарок, которые вскрывают двери штаба одного из кандидатов. Ну вот, собственно, сегодня по поводу черногорской квартиры напомню, что блогеры в лице Станислава Апетяна, который известен в Твиттере под ником Политрэш, опубликовал информацию, согласно которой Алексей Навального есть бизнес в Черногории. Опубликовал эти сведения. И вот в штабе Алексея Навального сегодня подумали сутки и, в общем-то, пришли к выводу, что сайт просто был взломан, и эта информация была добавлена извне. До этого блогер Алексей Навальный находил квартиры у дочерей Собянина. До этого Николай Левичев вскрывал болгаркой, не собственноручно, но посредством полицейских, якобы штаб сторонников Алексея Навального, неофициальных, скажем так, которые опубликовали, которые печатали, точнее, агитплакаты. Ну вот, здесь были обвинения, что Алексей Навальный находил отсутствие подписи Путина, который бы одобрял участие Собянина идти как бы в качестве самого движения на выборы. Ну, сразу же скажу, что даже если бы подписи Путина вообще не было, и вообще не было по этому поводу какой бы то ни было переписки, это бы никоим образом не мешало Собянину идти в качестве самовыдвиженца. То есть... Самовыдвиженцы у нас люди свободные и не обязанные согласовывать свои действия с кем бы то ни было. Навальный не прав, уповая на нарушение закона? Нет, поскольку в данном случае закон просто ничего не предписывает. Это Навальный, насколько я помню, был выдвинут какой-то из диванных партий. РПР Парнас. Да, ну, это как раз партия, все члены которой могут уместиться на одном мягком диване. Так вот, у него действительно, в силу того, что он партийный выдвиженец, возникают некоторые дополнительные формальности. А самовыдвиженцу не нужно ничьё одобрение. Но в Мосгоресбиркоме, между тем, давайте уж говорить, засуетились, потому что там не стали отвечать вашим заявлениям относительно того, что нарушений не было, а начали эту подпись искать. Нашли и вчера предъявили. Да, я видел этот документ. Видел даже, что Иларионов очень сомневается в правильности оформления документа, но, зная служебную карьеру Иларионова, я очень сомневаюсь в том, что он хоть один документ в жизни оформил правильно, за исключением разве что анкет при приёме на работу. Но дело не в этом. Дело в том, что хорошо нашли этот документ, это приятно. Но если бы его не было, это бы абсолютно ни на что не повлияло. Я даже не хочу концентрироваться на обмене любезностями. Я хотел бы вас спросить сразу же вот те методы, которые избрали отдельные кандидаты. Мы сейчас не видим программу тех самых кандидатов, которые вроде бы будут вести борьбу на выборах мэра Москвы. Мы не видим программу, на первый план выходит обмен компроматами. Что интереснее избирателей? Насколько я знаю, более-менее внятно программа была сформулирована коммунистической партией. И в рамках этой программы действует кандидат от этой партии. По крайней мере, он в своих выступлениях хотя бы ссылается на общепартийное положение. Есть своя программа, естественно, у Собянина, поскольку он уже поварился в этом котле, уже представляет себе, какие проблемы стоят перед Москвой. Более того, не исключено, что некоторые из этих проблем действительно можно решить. А вот программа у Навального, я не очень себе представляю, откуда она вообще может взяться. Потому что, то есть ее не существует. Но она же предвыборная программа, она существует. Просто до нас доносят скорее компроматы, чем... Насколько мне известно, руководитель предвыборного штаба Навального Волков сообщил в каком-то интервью, что программа, конечно, написана, но очень желательно, чтобы ее никто не видел. Ну, дальше из текста интервью вытекает, что в этой программе собраны пункты, каждый из которых нацелен на один из слоев электората. И эти пункты взаимопротиворечивы, поскольку интересы этих слоев противоречат друг другу. Что подкупает избирателя? Программа, которая будет говорить о том, как будет жизнь при том или ином кандидате? Или вот эти подковерные компроматы, выявление квартиры? К сожалению, для того, чтобы проанализировать предвыборную программу, надо самому иметь гораздо большее представление о реальных проблемах, чем то, которое складывается у обычного человека, интересующегося в основном своими личными делами, да тем, что творится у него по дороге на работу и с работы. Поэтому, к большому моему сожалению, сейчас лишь очень небольшая часть избирателей серьезно анализирует предвыборные программы. И это не вина Навального или Собянина, это объективные обстоятельства. Мы сейчас уйдем на рекламу, но до этого заведу голосование. Сейчас выясним, согласны с вами большинство или нет. Смотрите, 916-5581. Вам интересно, интереснее копаться в компроматах. Вы оцениваете кандидатов по подковерной борьбе. Поведение во время этой борьбы для вас – это ключевой фактор. 916-5581. 916-5581. 916-5582. Нужны предвыборные программы. Это важнее. Четкие планы по устройству города, хотите слышать. Не знаю, полиции. Вам нужно знать о людях, которые будут замами, если кандидат выиграет. 916-5582. С этим уходим на рекламу. Через полторы минуты мы вновь в студии. Сегодня в программе «Позиция. Публицист». Политический консультант Анатолий Вассерман. Прямо сейчас подведем итоги голосования, которые мы устраивали до рекламы. У вас было время очень активное получилось. Но по процентам, смотрите, 22,8. 22,8. Только 22,8. Или даже 22,8. Но, тем не менее, этому проценту интересны именно компроматы и борьба под коверное. И 77,2 утверждают, что на первом плане должна быть программа. Сравнение этих программ. Программа, которая пусть даже и говорит о том, как будет при этом кандидате хорошо жить в Москве. Но она должна быть. Боюсь, что тут мы столкнулись с одной из множества ловушек. Которые постоянно вынуждены иметь в виду социологи. А именно, что человек очень часто отвечает не то, что думает сам, а то, что по его мнению следует думать. Я просто участвовал во многих компаниях. Сам-то я всегда старался обращать внимание в первую очередь на программу. И именно программу кандидата доводить до сведения избирателей. Но так называемые фокус-группы. То есть специальные целенаправленные социологические исследования. Людей, которым не только показывают те или иные материалы. А еще расспрашивают их очень подробно и многообразно. Чтобы сделать поправки на этот эффект. Думаю то, что должен думать. Вот такие фокус-группы, к сожалению, показывают, что компроматами люди интересуются больше. Другое дело, что я в последний раз участвовал активно в предвыборных кампаниях. Ну, в последние три года только на Украине. А там электорат существенно отстает от российского. Просто по времени развития. Поэтому я не исключаю, что в России действительно уже присытились борьбой компроматов. И наконец-то заинтересовались программами. Если так, я буду только рад этому. Смотрите, в результате вот от этих всех сплетен, опровержений в предвыборной кампании, вы как политолог, публицист и политический консультант, скажите, кто проигрывает, кто выигрывает? Ну, даже вот если мы возьмем конкретных кандидатов. Те, кто не участвует в них. Те, кто, казалось бы, стоит на дебатах в Москве 24. Многие даже не запоминают их именные фамилии. Это, скажем так, те, кто не Навальный и Собянин. Понятно. Ну, не знаю. По крайней мере, есть один интересный диагностический признак, что в последнее время штаб Навального оперирует опросами, сделанными службой Суперджоб. А у этой службы очень специфическая аудитория, далеко не соответствующая среднему московскому избирателю по всем основным социологическим показателям. И то, что данные службы Суперджоб очень резко отличаются от данных всех основных социологических служб, это показывает, что, скорее всего, штаб Навального уже понимает полную безнадежность своей позиции, но пытаются до последнего момента это скрывать. Зачем это делается? То ли, чтобы оправдаться перед спонсорами, то ли, чтобы устроить что-то типа Киевского Майдана, это пока гадать не берутся. А вот вы о спонсорах заговорили. Спонсоры кто в предвыборной кампании? Одного из лидеров гонки? К сожалению, та система оплаты, та система сбора избирательного фонда, которую разработал штаб Навального, настолько менее прозрачно, чем все системы, используемые другими кандидатами, что на этот вопрос совершенно невозможно ответить. Но это те самые электронные кошельки, вы про них? Да-да. Когда сначала выкладывают большие деньги несколько известных деятелей, а потом эти деятели собирают деньги через Яндекс.Кошельки. Естественно, при этом отследить что бы то ни было практически невозможно. Но могу сказать, что большая часть денег нашей оппозиции исходит, в общем-то, более-менее из одного источника. Из того самого, по поводу которого Владимир Владимирович недавно удивлялся, как это так получилось, что санная трасса должна была стоить миллиард двести миллионов, а стоит чуть ли не восемь. Согласно различным вопросам, не только Суперджопру, получается так, что если изучить и суммировать, можно понять, что и Собянин, и Навальный сейчас, вот в этот период, рейтинги теряют. Этому можно верить? Да, этому можно верить. По Навальному мы поняли, за счет чего. Мы со слушателями, слушатели подключаются к нашей беседе после двадцатой минуты. Собянин почему теряет? Это ли действие тех самых компроматов Навального? Думаю, что это действие скорее все-таки не компромата Навального, а действие как раз того, что другие кандидаты, которые все-таки участвуют в дебатах, смогли создать о себе более благоприятное мнение. Это вот о значимости участия в дебатах? Да. Соответственно, Собянин, отказавшись от дебатов, сразу же теряет рейтинг, потому что посредством нашего голосования, например, представляете, там, конечно, погрешность учитывается, но те, кто поддерживал Собянина до того, как он заявил, что он не будет участвовать в дебатах, таких 60%, кто отказался от своего кандидата. Ну, вы понимаете, проблема в том, что сам формат предвыборных дебатов у нас, к сожалению, достаточно неуклюжий. Формальный? Не то, что формальный, просто он практически не дает возможности всерьез выявлять недостатки чужих программ, зато предоставляет громадные возможности для белого шума. Поэтому участвовать в них довольно трудно. Давайте 18 часов 20 минут, через полторы минуты мы вновь в студии.